Чувак, верни мои деньги. 200 баксов, пожалуйста. Я сделаю всё, что хочешь. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в Хопоу Став Лайф. Тяжёлая жизнь бездомного. И вот мы тут с братанами греемся возле этой бочки. Как хорошо. И сейчас мы вам расскажем о том, насколько трудна жизнь бездомного. Или, может быть, нет. Что, если это всё одно большое забавное приключение, которое каждый должен испытать. Именно это предлагает нам сделать игра Хопо Став Лайф. Давайте сразу нырнём, погрузимся в эту игру. Обожай игры, которые заставляют тебя погружаться вот куда-нибудь. В какую-нибудь днину. Выберем персонажа. У всех у них есть какие-то свои навыки. Какие-то свои плюсы и минусы. Но все эти бомжи доступны нам. Хотя мне кажется, что вот этот бомж, который обычный бомж, он самый прикольный на вид. Он самый обыкновенный бомж, как и многие тысячи ему подобных. Что за обобщение? Каждый бомж, он разный. Сейчас мы это с вами увидим. Мы можем создать мир, а можем присоединиться. И тот бомж, который хочет добиться своей жизни чего-то, он не присоединяется. Он создаёт миры. Если так подумать, то кто, если не бомж, создал наш с вами мир? По сути, он же нигде не жил до этого. У него нету там регистрации, профиски. Наш мир создал бомж. Надо назвать имя мира. Как бы назвал мир бомж, если бы создал его? Путь к успеху, конечно же. И этот мир открытый. Вот он для всех. Сначала выясните, почему у вас болит голова. Я знаю, от чего у неё болит голова, потому что она забита всеми этими философскими размышлениями. О, смотрите, у нас есть инвентарь. Нам доступны различные предметы. У нас есть кроссы, дырявые штанишки и дырявая рубашка. У нас также есть вкладки инструменты, еда, одежда, кастет, оружие у нас может быть. И дом. Мы можем себе сделать дом. К сожалению, мы не можем зажечь эту бочку. Нам нечем. У нас с вами 20 денег, не знаю, что тут, доллары или евро. Но, судя по антуражу, мы где-то в Европе находимся. Мы европейский бомж. Сейчас мы будем взаимодействовать с такой же особью, как и мы. Давайте аккуратно подкрадёмся из-за столба. Есть чё. Мы можем с ним поговорить. Здравствуйте. Он сказал что-то по-европейски, но я не шарю. Я не шарю, я не здешний. Я не чувак, я обмайся. Есть чё? Тряпки, доски. Вот что у него есть. Из всех опций, которые нам доступны. Помимо того, что можно сказать, зима близко. Но я не стану ходить вокруг да около. Я начну с самого главного, надавить. Эй, слышь, оставь меня в покое. Пока я не получил, выворачивай карманы. Отвали урод. Фигушки, ты мне всё отдашь. Он мне отдаст всё, потому что я тоже хочу подготовиться к зиме. Получай. Он сказал, получай. Я получил? Я не знаю, а что я получил? Давайте удар ему сделал. Вот тебе по лицу. Вот тебе гнида. А, это пошаговый РПГ. Так, он меня всадил. Я его 5 хп снес. Доверие у него... Он всё равно мне ещё немножко доверяет. Давайте посмотрим. Доверие никак не пошатнулось. Это же мужские драки. Мы можем набить друг другу морду. Но это никак не связано с нашим доверием или недоверием. Продолжаем бить его. Ой, он меня избил. Зато я буду лежать в его шатре, когда зима наступит. Мы восстановились? Майстер? Этот прилёг, я не помню, что было вчера ночью. Но мне кажется, что я надавил на тебя. Удар! Ты думаешь, что я так просто сдамся? Я умер. Но погодите. Мы можем воскреснуть. Ваши характеристики навсегда снижены на 5. Потерянные вещи вы можете найти у Майсера. Майсер! Тут у меня вещи потерялись. Отдавай. 56 хп. Я воскрес полностью восстановился. А мы продолжаем бить. Отдай мои вещи, Майсер. Я знаю, что это ты их украл. После того, как я на тебя нарвался. Хватит, не надо. Вот, вот, держи, остай от меня. 500 баксов дал мне. Спасибо тебе большое. Однако доверие понижено. Я готов с этим смириться. Ради 500 долларов или евро. Погодите, мы можем продолжать на него давить. Ты уже забрал все, что было. Больше нихрена нет. Жаль. Очень жаль. А вещи-то мои где? Майсер. А у меня же ничего не было. Внезапно я разбогател. А это только стартовая локация. Чувствую себя просто богачом, аристократом. В целом, вообще, что мне нужно делать? Можно открыть и забрать. Пустую бутылку и хлам. Мы не можем просто открыть помойку. Нам требуется умение грабитель помоек. Я не знал, что грабить помойку это такое сложное занятие. Смотрите, это что, наш воркбенч? Мы здесь можем эпический хлам изготовить. Обожаю смотреть на мир с другой стороны. Что-то, что казалось нам обычным хламом, может подразделяться на столько разных видов хлама. Итак, давайте же выйдем в город. Ой, какой он прекрасный. Смотрите, мы можем взаимодействовать с людьми, с каждым человеком. Возможно, каждый из них проработан по-своему. И у них у всех, и женщина на меня смотрит. Видимо, я ей понравился. Это значит, ты хочешь, чтобы я к тебе подошел и сказал здравствуй. Оставь меня в покое. А, я неправильно считал твой взгляд. Мужчины тоже очень так странно меня смотрят. А с тобой можно поговорить? Почему? Потому что Майсер всем рассказал, какой я плохой человек, да? Даже бомж не хочет со мной общаться. А ты? О, наконец-то, первый человек, который со мной решил поболтать. Дезон. Что? Так, я не понимаю, но, возможно, мы можем надавить? Нет. Ладно, не суть. Давайте возьмем этот напиток недопитый. Сомнительный напиток плюс один. Если бы вы были на моем месте, вы бы поняли, что не бывает сомнительных напитков. Главное, чтобы было жидко. И ты просто пей это. Я это выпил. Мне дали энергию. Сомнений больше нет. Это прекрасный напиток. Окурок. Что он мне даст? Настроение. Плюс два. А что это за вкладка короны? Трон короля нищих остался пустым. Когда же влиятельные члены городского дна придут к согласию? И кого они в таком случае изберут королем? Это прям игра престолов. Вот на что нам намекает эта игра. Зима близко. И трон пустует. В первую очередь надо, чтобы власть была на моей стороне. Сэр, уходи. О, это призрак полицейского, да? А это у нас кто тут? Шпана, значит, да? Здравствуйте. Эй, классное логово. Я сейчас напрошусь к ним, чтобы... Иди нахрен. Извини, ухожу, ухожу. Но давайте продолжим. О, что? Бандит. Он подошел и молчит. Это очень странная ситуация. Обычно бандиты что-то говорят. А он просто... Он даже не смотрит мне в глаза. Он немного не уверен в себе. Это первый его раз. Надо помочь парню. В чем дело? Гони бабки, гамнюк живо. Тебя майстер послал, да? Что бы там ни было, я буду отбиваться. Люди... Человек просто мимо меня прошел. Давай, защищаемся. Гляжу тебе и без меня. Рожу начистили. Ладно, выкладывай все из карманов и катись на все четыре стороны. Он забрал... Стой! Все? Мы типа закончили, но я протестую. Стой, я сказал. Ты никуда не уйдешь, ты понял? Мы зажали его в угол. Он не знает, что теперь делать. Чувак, верни мои деньги. 200 баксов, пожалуйста. Я сделаю все, что хочешь. А именно, завяжу тебе штурки. Я могу так долго стоять. А ты? 8 гребаных часов спустя. Смотрите, как неуверен он пытается пройти мимо меня. Блин. А мы что? Эй, полицейские! Что за прикол? Почему? Что? Что за потасовка? Полицейские, ты почему? Нет. Мы тебя снова зажмем в углу. Зря ты думаешь, что ты куда-то уйдешь от меня. Дай угадаю. Полицейские тоже на твоей стороне. Что? Вы что, все заодно тут? Блин, какие тут все настырные люди. В этом мире сложно будет выживать. Ах ты сволочь. Ладно. О, сэр. Давайте что-нибудь украдем у него, раз есть такая опция. Кража плюс 3. Я деньги у него украл или что? Так, теперь давайте клянчить. Иди попрестай к кому-нибудь еще. Тогда поговорим с ним. Нет времени на болтовню. Зато мы прокачиваем общение таким образом. Хорошо, значит теперь мы можем украсть с большей долей вероятности. А, мы просто удерживаем мышку и что украдем, то украдем. Совсем охренел, ворюга? Полиция! Ой! Он меня бьет! Ой! Да он даже знает, что я пытаюсь сказать. Просто потых мне надавал и ушел. О, тут работник туалета. Можно с ним поговорить? 20 крон. Кроны? Это ж чехи. Я не дам тебе кроны. Мы здесь, чтобы богатеть, а не тратить. Значит, тактика ясна. Мы сначала общаемся с девушкой. Успех. Потом попробуем поговорить еще. Немножко неудача. А, все, и мы не можем ее ограбить теперь. Значит, грабим. А, черт, тогда клянчим. Хорошо, она дала мне бабла. 24 кроны, спасибо. Успешный разговор должен привести, по идее, к успешному ограблению. Или к клянчиванию. Вау, смотрите, здесь есть карта. И я вижу, что она чертовски аккуратно нарисована. Я так понимаю, что крестиком обозначено место, где нас ждет наш квест. Пойдемте выполним его. Что он мне сказал? Посмотрю, кто будет сосать, когда я разбогатею. Смотрите, уже 466 у нас крон. Мы почти восстановили свое былое богатство. Давайте поболтаем сначала с ней. Я говорю, что я не волшебник. Она что, подумала, что я волшебник из-за моей прекрасной бороды? Надо было сказать, я волшебник. Заработали бы. Давайте попробуем продать. Она не хочет ничего покупать у меня. Украсть? Клянчить? Разговор? Я все равно в игры остался. Посмотри, как параметры растут. А что это я говорю, что я не маг? Раз я не делаю что-то за движение рук, как будто я кастую магию. А, я понял, как надо искать. Хлам, хлам, хлам. Все, ясно. Смотрите, какие-то крутые штуки нахожу. Оп. Спьяно, у меня очень плохая реакция. Есть. Давай. Давай. И еще разок. Да, я нашел, что это? Неподписанная банка. Это оборудование для дома моего. Ваше настроение хуже некуда. Это ненадолго. Затянем сигареточку. Настроение плюс 4. Давайте поливимся хорошим настроением. Здравствуйте, сэр. У меня отличное настроение. Оттого я хочу вас обокрасть. Давайте с презерватива начнем. Я сточил его презерватив. Смотрите, мы можем этому чуваку продать презерватив. Мне нравится, что чувака вообще не смущает, у кого он покупает презерватив. Хм, грязный бездомный предлагает мне купить презерватив. Такая выгодная сделка бывает только раз в жизни. Надо брать. За 15 крона мы его впарили. По рукам. Хорошей ночи тебе. И придачу кастанем тебе ауры любви. Что бы я там ни говорил, я все-таки волшебник. Посмотрите, здесь есть лавка, на которой можно отдыхать. Так, ну, люди, аккуратнее. Я тут разбираюсь со своей лавкой. Отвалите. Эффект. Уверенность. Знаете, когда видите бомжа спящего на лавке, он набирается уверенности. Это очень важный процесс. Тем более уже ночь. Мысли во сне. Некоторые варианты в диалогах требуют развитой силы воли. Как правило, они дают больше преимуществ. Да, после таких мыслей во сне неудивительно, что у него утром болит голова. Осторожно, на мое здоровье влияют негативные факторы. А какие именно? Слишком холодно. Давайте вернемся к Майснеру, у него очень хорошее жилище. Майснер, 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 Майснер. Как тут у тебя? Ой, как тепло. Давайте поговорим с ним. Пришел окончательно испортить мою жизнь? Погодите. Мы можем снова на него надавить. Хорошо, давайте биться с ним. Раз. Вы умерли. Я восстал из мертвых. А, черт, мы все вещи потеряли. Но у нас полностью восстановилось хп. А Майснер прокоцан. Я заметил, что у нас деньги не исчезли. Этого человека вы недавно разозлили. Ну что ж, я собираюсь это повторить. О, в смысле? Я потерял его доверие, но он дал мне еще 500. Мы разбогатели. Да, мы потеряли вещи, которые мы нашли в помойке. Но, блин, оно того стоило. Мы заработали гораздо больше. Погодите. Через какое-то время можно его будет снова прессануть. Надо только понять, как долго ждать. Итак, засекаем время. 35 минут спустя. 35 минут нам приходится ждать, пока Майснер снова надымает себе 500 крон. Поэтому давайте начнем и избивать его. Должен заметить, что в этот раз Майснера гораздо сложнее бить. Возможно, он тоже не терял время зря и прокачивался. Но с нашим упорством сложно тягаться. Самое время, пока я лежу, спросить, ну что, Амир? Каждый раз удары вовсе сильнее и сильнее. Не то, что я залечился, он с одного удара меня вынес. Но я настоящий чемпион, и поэтому я всегда поднимаюсь. А еще каждый раз у меня респауняются бинты, поэтому я залечиться могу. 500 долларов честно заработаны. До встречи через 35 минут. Смотрите, человек бежит от дождя. Ну-ка, погоди, я так не думаю. Ты будешь стоять и мокнуть. Игрок подключился к моей игре? Мой мир зашел, другой разумный бомж. Вот он, этот игрок. Что-то к Майснеру накопался. Это мой источник доходов. Что это? Куда он пошел? Обчищать мои угодья? Не смей! Так, я готовлюсь к следующей встрече с Майснером. До этого мне надо как следует привести себя в порядок. Все равно я это потеряю. Так, энергия, все восстанавливается. Так, немножко поблюю, но это ничего страшного. Сок томатный. Кстати, мы нашли карту. Не знаю, для чего она нам. Куда игрок делся? Ладно, давайте попробуем помириться с Майснером. Ага, конечно, дохрена мне мириться с таким уродом? Сделай даже не ди нафиг. Но за 2000 крон я могу купить его расположение. Но я скупердяй. В каком мире ты живешь, Майснер? Это суровый мир. Здесь все решают кулаки и настойчивость. Я умер, но ненадолго. Я реинкарнирующий бомж. Мейснер, я приду за тобой. Майснер, Майснер. С потолка прийти к тебе. О, наконец-таки мы можем открывать замки с помощью отмычки. У нас их 5 штук. Так, есть. Украсть, украсть, украсть. Какой-то рабочий застукал меня за зломом помойки и избил меня. Это мне не помешает снова взломать эту штуку. Я всегда добиваюсь своего. Нет, игрок вышел. Теперь я снова один в этом мире. Незачем жить. На меня напал бандит опять. В чем дело? Давай гони прикол. Гони прикол. Ему правда хочется, чтобы я его рассмешил. Знаешь, чем отличается утка от велика? Окей, чего? У них есть руль. Ну, кроме утки. Что за бред? Ты что, больной? Ну, попробуй. Что за диалоги? Давайте просто напидаем. Ой, палка. Прохожие, помогите. Но это не ваше дело, да? Конечно же. На. Черт. Я прям почувствовал, как голова разломилась. Ладно, по крайней мере, мы денег не лишились. Сэр. Давайте пообщаемся. Вас не смущает проломленный череп мой? Ну и хорошо. Успешный разговор, да? Забавно, что когда я прокачиваю кражу, у меня понижается настроение. То есть, типа, я испытываю совестливое чувство. Я не очень-то люблю грабить. Ну, мне просто необходимо. Опа, антидепрессант можно стырить у чувака. Это то, что нужно. Ну-ка, давайте повысим себе настроение сейчас. Ай, как стало весело. Мочи выпьем давайте побольше. Еще затянемся. Настроение максимальное. С таким настроением только и клянчить деньги. Хе-хей, здорово, братан. А, да, успех. Ой, там полицейский идет и смотрит, как я граблю женщину. О, извините. Здравствуйте, офицер. А, а в чем, собственно, дело? Задержанное место преступления. А, дай я попробую пойти за полицейским. Воу, мы в тюрьме. Ну что ж, давайте спать. Сегодня, посему, через 5 секунд я... А, я умер. Я не дождался выхода из тюрьмы. Черт. Чуваку продадим наушники, которые мы недавно украли у девушки. Поверь, это подлинник. Ни разу не юзался. По рукам. 42 кроны. Девушка, здравствуй. Давайте продадим ей зеркальце. По рукам. 14. Бизнес процветает. О, так, что мы можем у вас украсть? Презерватив. Они нынче хорошо продаются у меня. Полицейский меня убил. Бежим, бежим отсюда. Нельзя садиться в тюрьму у меня за продажей презервативов. Вы не знаете, что в тюрьме с такими делают. Вас избили. Кто меня избил? Кучка мусора меня избила. А, снова упал. А, как тяжело быть бомжом. Особенно ночью, когда холодно. Видимо, близко. Ах, как интересно. Оказывается, в бочке можно сохранять свои предметы. Это дает мне хорошую идею. Пусть наша бочка станет нашим инвентарем. Воу, где я оказался? Во-первых, о, здесь можно погреться, наконец-таки. Ага, теперь мы знаем, где проводить наши холодные ночи. Надо как следует погреться. Хорошо, ребят. Советую так же сделать. О, смотрите, какой песик. Здравствуй, песик. Это твой песик? Так, я купил у него бейсбольную биту. Ты хочешь сказать, что мне теперь есть чем сражаться с тобой? Бэтч! Получай! Ой, у тебя тоже есть, оказывается. Ай! У меня была такая классная бита. Стоп, она у меня все еще есть? Она у меня все еще есть, все. Что ж, мы снова можем продолжать сражаться с вейстером. Ты мне отдашь 500 крон, понятно? Но мы сохранили свою бейсбольную биту. Думал, я не прокачаюсь никогда. Получай! Удар! Удар! Вот тебе гнида! Ну все. Прекрасно! Спасибо, вейстер, с тобой приятно иметь дело. Оставим в бочке предметы. О, смотрите, Рыгун и Пончик, мои старые друзья. Мы пробовали бить их кулаками, но не пробовали бить дубиной. А последний опыт показывает нам, что дубина гораздо убедительней. Поэтому давай сюда свои деньги, Пончик. Удар! О, неплохо, неплохо. Давай еще один раз. Я умер. И просрал, естественно, свою чертову дубину. Беда. И, кстати, смерть от Пончика не понижает наши навыки. Поэтому, если уж умирать, то от рук Пончика. Так, к сожалению, Пончик успевает регенерироваться. Это невыгодный противник. Так, Дракс, который продал мне биту, предлагает мне выпить. Я, конечно же, соглашусь. Теперь я пьян. Все, мои друзья навеки. У меня есть возможность научиться оружейник. Как делать оружие самому. Прекрасно! Это стоит своих денег. Смотрите оружие. Молоток. Покупаем. Ты слышишь звон, Майснер? Настала ночь. Теперь мы ставим молоток. И говорим с Майснером уже посерьезки. На, блин! Есть! Критический удар. Плюс 500. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Все, молоток нельзя просирать. Оставим его здесь в бочке. Посмотрите на жвачку. Волшебный предмет, мгновенно превращающий любого в вашего лучшего друга. Майснер! Ты хочешь стать моим лучшим другом? Ну что, мир? Ну почему? Почему он только хочет денег от меня? Какой-то мелочный Майснер. Мы снова вернулись к Драксу. И у него есть старинный шкаф. Я рискну предположить, что этот шкаф поможет мне хранить мои вещи. Давайте у него купим старинный шкаф. Смотрите. Мы можем нажать тап и начать строительство. Вот зона, которую мы можем строить. Пусть прямо здесь стоит. Прекратите изменение. Все. Вот этот шкаф. Как использовать этот шкаф? Для чего он мне? Зачем я его купил за 300 крон? Я... Меня избили. Кто меня избил? Обстоятельства меня избили. Жизнь сама. Окей. Вот наша конструкция. Пусть она здесь и будет находиться. Видимо, это все, на что я способен. Это великое строение. Все бомжи мира будут любоваться этим. Я наткнулся на бомжа по имени Кардинал. И он хочет посвятить меня в Бухаре. Тебе должны порекомендовать хотя бы три уважаемых Бухаря. Окей. Где их найти? Они все у вокзала тусуются. Окей. Я должен стать уважаемым Бухарем. А вот, собственно, ребята, которые могут посвятить меня в Бухаре. Да, черт. Я не понимаю, на каком языке они говорят. Я понял, мне надо стать таким же, как они. Мне нужно напиться до их состояния. Сейчас, сейчас, сейчас купим. Так, табачник. Вот, банка пива. 20 штук. Пойдемте скорее обратно. Сейчас все ребята поймут, что такого абрыгана, как я, они еще не встречали. Так, значит, мы пьем баночное. Вы отравились. Ничего страшного. Пьем. Теперь нам не хватает только рома. Хорошо. Скорее за ромом. Балтос стоит. Офигеть. Ладно, давайте два возьмем. Я готов. Значит, баночное. Потом ром. Потом снова баночное. Потом зависимость у меня уже от алкоголя. Мы продолжаем пить. Баночное. Баночное. Да ты уже шатаешь же, чувак. Так, я тебя перепил? Нет, еще чего. Но он держался неплохо. То есть... Так я скажу, кардинал, не боись. Замечательно. Окей, наконец-таки. Итак, Дезон нас уже уважает. Вот я, наконец-таки, нашел вторых ребят, с которыми мне нужно побухать. Начинаем. Сначала пиво, конечно же, баночное. Еще баночного. Потом ром давайте. Так, я тебя перепил. Есть. Получено уважение. Сразу идем следующих искать. Готов поспорить, это вы, друзья, да? Я уже знаю, как надо пить. Баночное, баночное. Ром. Баночное. Есть, я его перепил. Мы получили максимальную уважуху. Вернитесь к кардиналу и попросите его посвятить вас Бухаре. Здравствуй, кардинал. Посвящаю Бухаре. Все уважаемые Бухари согласны, что ты достоин места в наших рядах. Симпровозглашаю тебя Бухарем. Круто, это вершина моей карьеры. Звание получено. Бухарь, это я. Стой, когда Бухарь говорит с тобой. Я желаю оуиденца. Клянчить. Ты не дал мне ничего. А, полицейский, да чтоб тебя. Я Бухарь. Ты не смеешь меня трогать. Я добился так многого. И в то же время ничего. И по мне прошлись только что. Спасибо, сэр. Вот на такой вот оптимистичной ноте, где прогресс есть и в то же время нету, мы заканчиваем этот эпизод. Какая мораль у всего этого? Какой бы у вас не был титул, всегда найдется тот, кто даст вам по яйцам. Ну а мы на этом заканчиваем. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, все будет ссылки в описании. А с вами был Юджин, прекрасный, бездомный, хритматичный человечек. И всем, конечно же, напоследок огромное петюле. Вы готовы? Раз, два, три и пять. Прошло уже так много дней. Все, чего я добился. Это... Но все-таки я горжусь этой постройкой.